Давайте по традиции мы с вами познакомимся. Будет круто, если вы в чате напишите, откуда вы, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, готовитесь ли вы уже подаваться на летние стажировки, с какого вы университета, если вы студент, так как мы ожидаем, что сегодня будет много студентов. Будет круто, чтобы мы с Иркой Буланом поняли примерно, какая у нас сегодня аудитория, насколько подготовленная. Давайте, чтобы не стеснялись, я первую начну. Окей, супер. Привет, Сахрух. Так. Тач 13, это имеется в виду, это наша студентка N-Factorial, программа Start, International Computer Science, ЛДР, мой первый курс. ЛДР, подскажите, какая у вас специальность? Нить, окей, круто. Мультовских ребят пока вижу. Сду. Так. Все, поняла. Давайте, ребята, не стесняйтесь. Чингис и Нью. Чингис, я так подозреваю, вы, наверное, на Computer Science учитесь, раз вы сегодня с нами. О, даже АОС есть. Круто. Да, да, пока вы, в общем, дальше пишете, давайте я быстро по формату пройдусь. Все наши эфиры всегда проходят в открытом формате, вы сами можете задавать вопросы в чате. Я, наверное, минут 20 задам вопрос Ирке Булану, мы немного разгонимся, и потом я открою микрофон для вас всех, поэтому если какие-то вопросы будут возникать, обязательно записывайте, либо сразу пишите в чате. У вас у всех будет возможность включить свой микрофон и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Круто. Я прям вижу, и наши N-Factorial ребята пришли, и студентов очень много, да? Окей, классно. Так, потихоньку вижу, что и количество участников растет. Хорошо, ребят, давайте тогда мы начнем наш сегодняшний ток. Сразу предупрежу, и давайте сразу это сделаю, что все наши эфиры сохраняются в нашем YouTube-канале, друзья. Поэтому, если вдруг во время нашего тока Сирке Булану кто-то будет спрашивать, где будет запись, я буду благодарна, если кто-то из вас будет делиться постоянно этой ссылкой, для тех, кто будет позже подключаться, или если вдруг вам нужно будет бежать, не переживайте, завтра утром запись этого эфира уже будет доступна в нашем YouTube. Так, все, я начинаю официальную часть как раз-таки для нашего YouTube. Всем добрый вечер. Меня зовут Долида, команда N-Factorial School, школа подготовки профессиональных разработчиков. У нас уже более 600 выпускников по всему миру, включая тех ребят, разработчиков, которые работают в таких компаниях, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Reddit, Robinhood. В общем, много где наши ребята работают. Я уже не говорю про топовые российские и наши калстанские компании. Сегодня у нас в гостях не выпускник N-Factorial, студент четвертого курса КБТУ, бэкэнд-разработчик в Хангрупп Иркебулан Жумалин, который прошел стажировки в компаниях, как Amazon и Яндекс, и получил оффер на летнюю стажировку в этом году в лондонском офисе Facebook. И сегодня поделится своими советами с нами. Поэтому, друзья, не забывайте кидать реакции, ставить плюсики, кидать свои вопросы. Иркебулан, привет! Спасибо, что... Спасибо за приглашение. Иркебулан, я, наверное, я ожидаю, что сегодня будет очень много таких специфичных вопросов, но вот, честно скажу, когда я прочитала и в LinkedIn зашла, да, ваша изучила, и вот то, как мы готовились к сегодняшнему эфиру, у меня вот такой вот первый вопрос. Я вот видела, да, что вы проходили какую-то из стажировок, да, аж целых шесть месяцев, по-моему, в Амазоне, и вот мне интересно, как все-таки студенты совмещают свои стажировки с учебой? Вот я бы хотела с этого вопроса начать наш сегодняшний эфир. Да, я вот проходил шесть месяцев во время учебы, и вот начал в марте прошлого года до сентября, вот. И я, да, это было параллельно с учебой, так как учеба была онлайн, вот, одновременно учился и работал, вот. Но это немного трудновато, вот. Потому что, трудновато, потому что временные разницы, допустим, пять часов или четыре часа было, вот. Иногда приходилось вставать на уроки в девять утра, которые в Алматы в девять утра, но в Дерлине, где я сажировался в пять утра или в шесть утра, вот. И как-то так, да. И приходилось совмещать, да, вот. И оценки не совсем хорошие, но удовлетворительные, да. Эльки Блан, я вообще почему такой вопрос задаю? Потому что, честно признаюсь, я надеюсь, сейчас никто из родителей наших студентов там не слушает нас, да? И вообще там взрослые не слушают, потому что мы на своих курсах, да, ребятам особенно, которые проходят наш курс по iOS-разработке и готовятся, да, к стажировкам, там, к подаче на работу. Студентам мы советуем немного забывать про учебу и все-таки в приоритет ставить подготовку к стажировкам, да, подготовку к интервью. И вот мне было бы интересно у тебя узнать, хорошим ли мы вообще даем совет нашим, да, ребятам. И, да, вот, согласен ли ты с нашим подходом, да, что все-таки учебу откладывать на второй план? Да, я так же думаю, вот, и так же решился на втором курсе, вот, больше приоритета на работу, на стажировке, нежели на учебу, так как диплом, да, нужен, но оценки в нем не важны, вот. Главное, чтобы были удовлетворительные, вот. И, не знаю, если поступать на магистратуру, то, да, вот, GPA нужен, а так я не планирую поступать, поэтому мне особо без разницы на оценке, вот. И в университете часто дают непрофильные предметы, не совсем связанные с программированием, да и программирование очень обширная область, где есть очень много сфер, там, допустим, информационная безопасность, да, вот, мне это не совсем интересно, вот, в компаниях, где ты будешь работать, там в основном будут люди, которые отдельно занимаются информационной безопасностью, отдельная команда, вот, и ты особо не должен париться насчет этого. Да, конечно, широкие знания всего, всей области очень полезны, вот, но не совсем углубленные, вот. На это можно потратить очень много времени, чтобы изучить, точнее, невозможно все до конца изучить, так как область очень большая. Еще в плюс в этот, ну, в университете включены другие предметы, не связанные с сайтом, вот, и я думаю, что я согласен с этим. А вообще КБТУ поддерживает вас в плане, там, прохождения стажировок, что вот дает вам какое-то дополнительное время, чтобы вы могли, да, уделять время для подготовки, там, не знаю, пропускать какие-то лекции, то есть, насколько вообще КБТУ флексбл тому, чтобы ребята учили, ой, наоборот, работали во время обучения? Ну, на данный момент, администрация университета не совсем лояльна к этому, вот, поэтому они сами не дают какие-то клюшки, бонусы, что ты стажируешься, вот, можно договориться с отдельными учителями, вот, и не все учителя, допустим, учителю казахского языка ему, допустим, пофигу, что ты стажируешься или что ты делаешь, вот, и поэтому приходится учиться такие, на таких предметах, вот. А так, в основном, профессора факультета информационной технологии, они, да, лояльны, часто лояльны. А вообще, в компаниях, в которых ты проходила стажировки, там есть понятие парт-тайм стажировок? То есть, ты не фулл-тайм, а парт-тайм? Я точно могу сказать про Яндекс, так как там можно выбрать стажировки от 20 часов до 40 часов в неделю, вот, и, соответственно, длительность стажировки от этого изменяется, допустим, если 40 часов в неделю, то 3 месяца, если 20 часов в неделю, то 6 месяцев в два раза увеличивается. А у вас какой кейс был в Яндексе? 40 часов. А, фулл-тайм? Я всегда проходил фулл-тайм, да. Ну, это, в принципе, хороший кейс, потому что летом, ребята, да, вы не учитесь в университетах, можно спокойно улететь. Я же правильно понимаю, что у Яндекса всегда офлайн стажировки? Да, всегда. То есть вы, получается, летали в Москву? Да. Вот. Возможно, из-за каких-то событий, связанных с ковидом, возможно, будут удалены на пару недель и так далее, но обязательно надо находиться в Москве. Окей. А они релокетили вас? То есть это полностью покрывает, получается? Да. Да, полностью покрывает там перелет из откуда угодно в Москву и в конце стажировки тоже покупают билеты, куда хочешь. И еще там какие-то бонусы на еду или еще там дают хостел. Да, хостел. Да. Круто. А у меня вот теперь, чтобы так плавно перейти к технической части, а можно узнать, чем вы занимались в Амазоне и вообще какая, как в Амазоне, так и в Яндексе, в каких командах вы были и вообще какая зона ответственности у стажеров? То есть насколько крутые вещи вы делаете, когда проходите стажировки? Именно в Амазоне, да? Давайте сначала в Амазоне, а потом в Яндекс по хронологии. В Амазоне, вот, ну, в биг-тек-компаниях, в фангах в основном для стажеров не дают, ну, дают не совсем приоритетные задачи, так как они стажеры, и они могут наложить, как бы могут быть баги и так далее. Ну, не совсем опытные ребята, поэтому не совсем приоритетные задачи, соответственно. Вот, и я слышал то, что в Гугле, допустим, дают какой-то проект, ну, на стажеровке в Гугле, дают проект там, и этот проект в 80% случаев не заливают в пронс, а просто выкидывает, а в 20% случаев просто переделывает full-time разработчики. Ну, это, насколько это правда, я не знаю. Вот, а в Амазоне мне давали конкретную задачу, конкретный проект, который уже в пронде. Я был в команде AWS, это Amazon Web Services, вот, и там очень много команд. Мы делали, наша команда делала какой-то внутренний сервис, вот, для других команд, для других внутренних команд. вот, и у нас... Вот это главный вопрос. Был фидбэк? Пошел? Да. Просто у нас в команде очень мало разработчиков было, и часто они были в отпусках, или там, не знаю, у нас именно наша команда такая была, то, что разработчиков все меньше, все меньше, и так далее, и в какой-то момент, я помню, в начале лета, когда все разбежались по отпускам, я остался с одним чуваком на две недели только, вот, в команде работали только двое, я и какой-то фулл-пайм-разработчик, вот, и часто... Какой уровень был? Middle, Senior? Не, не помню, не помню уже. Ну, там особо, то есть, там не разглашается информация, кто middle, кто senior, только я стажер, либо я new grad, а дальше уже просто software engineer, вот, и, ну, по уровню можно понять, то, что это senior-разработчики, или middle, или junior, и так далее, вот, и в целом, ну, однажды был момент, когда, вот, в тот момент, когда две недели, я только с одним разработчиком работал, тогда меня хотели пустить на on-call, on-call это, как это объяснить? дежурство, в таких больших компаниях всегда есть дежурство, 24 на 7 контролируется, мониторится сервер, могут какие-то критичные баги вылезти, и они будут, вот, фиксить, и так далее, вот, и хотели меня на on-call посадить, но, просто разрешение не дали, а так вся команда была согласна, ну, то есть, по системе невозможно было включить на on-call стажера. Ну, это круто, значит, вы себя так хорошо проявили, что вам хотели доверить, доверить такую ответственную задачу. Ну, или людей мало было, не знаю. Я просто помню такую смешную историю, по-моему, Airbnb, как-то сайт, то ли, как, боже мой, упал, вот, не помню, какая-то очень смешная история была, что потом Airbnb, в пресс-развизе, действительно, писали, типа, sorry, это наш стажер, типа, мы там не перепроверили его код, и, короче, ввели его, и Airbnb там несколько часов был down, стажерский код пропустили, и поэтому я обожаю эту историю, всегда смеюсь, так, я думаю, это, наверное, самые-самые, этот, фейм-моменты, да, стажера, стажера Airbnb. Круто. Как все происходило в Яндексе, где вы были, в какой команде в Яндексе? В Яндексе я создавался в команде, которая пишет на плюсах, то есть C++, вот, команда называлась турбо-страницами, это сервис, который оптимизирует сайт, ну, то есть там, допустим, у нас было 20 тысяч сайтов, 20 тысяч клиентов разных из, ну, из СНГ, и мы делали для них шаблонный сайт, общий шаблонный сайт, очень оптимизированный, вот, когда, ну, когда интернет слабый, вот, и заходишь на их сайт, ну, на сайт клиента, то автоматически редиректируется на оптимизированный сайт, который сделал Яндекс, вот, я там созревался, и там много было, это было написано на плюсах, что было очень оптимально, много алгоритмов было, вот, и много кода, вот, было, ну, это был мой самый первый опыт в продакшне, и, тем более на плюсах, вот, а на плюсах писать продакшн очень трудно. сори, Ирки Блон, а ваш основной язык, это джава, правильно я помню? Да, сейчас джава, вот, и было очень трудно в начале стажировки понять все это, даже понять просто процесс разработки, так как опыта вообще не было. я подал на плюсы, потому что, потому что решал задачи на плюсах, вот, и я подумал, что так будет удобнее решать, вот, я бы посоветовал пойти на стажировки, если бэкэнд, то на джаву или питон. Вообще, я знаю, что в Яндексе, по-моему, четыре языка, да, у бэкэндщиков, это C++, джава, питон и го, по-моему, да? Да, да. Окей. Вот, и в Яндексе отличается от фанга стажировки, потому что там дают уже боевые задачи сразу же, с первого же дня, без, ну, в моей команде было так, как меня, просто, и в командах, где стажировались мои друзья, там тоже, просто дают задачи, из бэкклока, из спринта, вот, берешь ее и делаешь, ну, как обычно. Вот, sorry, 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 перебила, sorry. Ну, вот, фанге дают конкретно, вот, проект, который для стажера, который, скоп, ну, то есть, не дают какие-то багфиксы из других проектов, команды, вот, а просто именно вот этот проект, и ты пишешь вот этот проект, весь, ну, всю стажировку. Да. А в Яндексе, как, ну, как и в казахстанских компаниях, просто дают задачи, делаешь и другую задачу, и так далее. там могут быть и фиксы, и фичи. Транслируя на язык нубов, кем я, например, являюсь, то есть, Яндексе интереснее проходить стажировки, чем в фанге? Именно как раз в технической части, для там развития каких-то скиллов, хард-скиллов? Возможно, да, это очень зависит от команды, вот, и от проекта очень зависит. Возможно, в фанге дадут какой-то очень интересный проект, возможно, не совсем интересный проект, вот, но в Яндексе больше импакта делаешь, мне кажется. Окей, то есть, ты можешь, мне кажется, даже увидеть, да, результат своей работы. Да. Супер, я поняла. Ирки Булан, вот мне вот интересно, все-таки, я вот знаю, да, что в Назарбайском университете есть там карьерные центры, есть куча ребят, которые уже работают full-time в фангах и там и в Яндексе, и во многих казахстанских этих компаниях, которые поддерживают друг друга. Как ты попал в Амазон и как ты попал в Яндекс? В Яндекс, наверное, все-таки были импресс твоим амазоновским экспириенсом, поэтому там, наверное, легче пошел по CV-скринингу, но вот как ты на втором курсе КБТУ вообще попал в Амазон? Сейчас сделаю замечание, вы, наверное, подумали то, что я стажировался в Яндексе после Амазона, было наоборот. Наоборот, а сначала Яндекс был? Да, да. Все еще импрессив. Хорошо, Юрки Влажный. Давай, как ты попал в Яндекс? Кто-то реферрал тебя или ты подался вот так? Просто сам подался. Просто я помню, вот у нас на первом, втором курсе был сильно развит ИСМ-клуб в КБТУ. помню, ребята проходили на финал в ИСМ. ИСМ-клуб это соединительская олимпиада по программированию, по спортивному программированию всемирное. И туда очень трудно пройти в финал. И у нас много было олимпиадчиков. И они чем занимались? Они просто решали задачи, готовились к олимпиадам и просто еще подавали на разные компании зарубежные. И они были уже готовы к интервью и просто подключались к интервью и решали задачи. И брали офферы. И у нас много вот помню после первого курса летом точнее на втором курсе после лета когда мы пришли многие ребята старшекурсники третий и четвертый курс они приходили из стажировок из Яндекса особенно из Яндекса и они были крутыми там всяких мерчах Яндексовских и так далее. И вот они рассказывали давайте подавайте ребята просто решайте задачи и проходите не так трудно для них это не так трудно оказалось. И мы соответственно подали и вот я просто готовился тогда к решал задачи готовился к олимпиадам и к интервью тоже более-менее был готов и подал без рефера без ничего просто через сайт и еще в резюме у меня ничего не было просто пустое резюме без ничего и они не смотрят на резюме на скрининг всех зовут точнее сперва дает контест и после этого если успешно проходишь контест контест это задачи онлайн задачи которые ты должен сагмитить и ну это не интервью это как тест и после этого я conclus да вот какие-то на какого характера задачи там тоже задачи на алгоритм структуру данных или какие-то вообще другие задачи да задачи на алгоритме структуру данных часто трудная задача бывает трудная на уровне литкода какого уровня не скажу что это уровень литкода так как задачи олимпиадные более семи задачи то есть больше код форсас да Да. И там дают, насколько я помню, шесть задач. И зависимо от времени подачи и от заявок тоже, с двумя или с тремя задачами можно пройти на интервью. И меня пригласили на интервью, давали только задачи. Можно остановлю? Так, ребята, все запомнили, да? CV, Яндекс, им все равно на резюме. Там можно до красоты не доводить и не переживать, что, в принципе, опыта, если нет, понятное дело, на втором курсе еще опыта нет. Классно. Это вот я, кстати, не знала. Буду теперь ребятам рассказывать. Второй момент, то, что есть вот этот контест, где задачки на алгоритмы и структуры данных, больше все-таки, я так поняла, стиля Code Forces, ну, понятное дело, это российский ресурс, олимпиадные задачки. Ну, вот мне интересно, Ирки Булан, если это можно, конечно, говорить, ты помнишь, на какие темы у тебя были в контесте вопросы? Вообще разные там алгоритмы на графах в основном, даже бывает динамическое программирование. Там не все трудные задачи, задачи отсортированы по сложности первые, две-три задачи, ну, более-менее простые, ну, более-менее. Вот дальше уже последняя задача очень трудная. Вот. И, но скажу такой кейс, то, что пройти контест очень трудно, труднее, чем проходить интервью. Вот. Поэтому можно у рекрутера, у HR попросить давать не контест, а интервью. То есть просто вместо контеста интервью. А, в смысле, телефона какое-то интервью? Техническое, да, какое-то по телефону? Да, техническое. Вот. В Яндексе бывают два интервью. Часто. Вот. И после этого, если проходишь успешно вот эти два интервью, то будет хост-матчинг. То есть матчинг с командами. То есть тебе дают несколько команд, и ты собеседуешься со всеми этими, и они выбирают тебя, а ты выбираешь их. Вот. И, соответственно, вместо контеста можно взять интервью, и будет три технических интервью. И после этого только матчинг с командами. Супер. Вот этого я тоже не знала, потому что я изучала на сайте Яндекса, типа, как все этапы стажировки, да, и там называется, типа, я-контест, по-моему, так и называется, да, что-то я.контест. И вот ребята тут, короче, подсказывают, что это намного сложнее, и лучше уже, видимо, это онлайн, они, наверное, в Зуме проводят, да, с тобой, просто дополнительное техническое собеседование, да? Да. В Скайпе, в Зуме там. А, окей, окей. А там тоже CodeForce-Style задачки, или там уже? Нет, LeadCode задачи. LeadCode задачи. Какого уровня примерно? Изи-медиум. Изи-медиум. Ну, там очень зависит от интервьюера. Могут попасться какой-то интервьюер-задор и олимпиадщик, который был олимпиадщиком, и он может дать там какую-то хард-задачу. Ну, это как повезет, конечно. А вот у меня, я просто не помню, в LeadCode, у меня нет подписки просто в LeadCode, а там есть отдельный Яндекс, да, компания, которую можно, да, посмотреть, ребята? Да. Да, кстати, ребят, кто сейчас вообще не понимает, о чем мы тут разговариваем, там типа CodeForce, да, LeadCode, это вот разные платформы. На самом деле у спортивных программистов много платформ, на которых они тренируются, но вот самые популярные, да, это LeadCode и CloudForce, где вы можете прорешивать задачки. И в LeadCode, когда вы покупаете платную версию LeadCode, там прям можно выбирать, типа, какие задачи у Facebook, какие задачи у Amazon, какие задачи у Apple. И вот Иркеблан подсказывает, что Яндекс тоже там есть, можно вот подглядеть, да, какие задачки чаще всего попадаются в Яндексе. Ну и в Телеграме, в группах очень много в сети гуляют какие-то, какие задачи могут прийти. Бесплатно? Можно, да. Окей. Ну, я еще видела в этом, в канале Адлета Жахсубая, да, в интервью School тоже ребята подсказывают, типа, попроси другу, у кого есть подписка, чтобы он просто заскринил все это. Да, да, да. Яндекс и ты просто прорешай эти задачки. Круто. Это так, этот вопрос, кстати, интересовались наши студенты. Классно, что мы его, как бы, clarify, да, поняли, что решать, как решать, как правильно все делать. Вот у меня еще такой вот вопрос вам будет. Само вот именно прохождение технического собеседования, помимо... В Телеграме сейчас поделюсь с вами. Группа называется Interview School. Можете в Телеграме прям найти. Ребята, кто... Либо SNS интерншипс тоже есть. А, да, вот это я уже не знаю, надо уже подписаться. Могу скинуть штуку. А, да, давайте, давайте, давайте. И я, пока вы ищете это, я найду как раз-таки Адлета Жахсабаевский канал. Либо, ребята, кто уже состоит, крикните, пожалуйста, кто-нибудь. Ой, не крикните, вставьте, пожалуйста, ссылку сюда. Я буду благодарна, потому что у Адлета в био нету ссылки. Надо ему подсказать. Какой язык программирования вы выбрали для прохождения технического интервью? C++, наверное, да? Да, я везде прохожу на плюсах, так как в университете у нас база была на плюсах, вот. И мне очень удобно писать именно задачи на плюсах, а продакшн на джайве. Супер. Алишер, спасибо вам за вопрос. Вот, Иркебилан, у меня еще такой будет вопрос. В принципе, понятно, там, много уже мы обсуждали на наших других встречах с разработчиками, типа, как правильно проходить техническое собеседование, как правильно отвечать на вопросы, когда задают задачу по алгоритмам, либо data structures. Вот у меня такой вот вопрос. Просто у меня часто студенты просят такую консультацию, да, или, да, какие дополнительные вопросы задавать интервьюерам? То есть там же бывает такое, типа, вот есть какие-либо у вас вопросы, и обычно все рекрутеры советуют, да, задавать, быть подготовлены, задавать свои вопросы тоже для того, чтобы запомниться там, да, команде, либо там показать какие-то свои другие качества. Вот был ли такой кейс, когда вы тоже готовили какие-то вопросы и задавали их, мы тоже тут ребятам подскажем, да? Да, я задавал, вот, можно задавать такие вопросы, как какие задачи, ну, вы мне дадите там, ну, тому, кто собеседует. Тот, кто собеседует, это часто тимлид одной компании, куда вы стажируетесь, вот, и он точно знает, какие задачи будут давать, и еще, ну, какой стек технологии, там, что надо изучить до начала стажировки и так далее. Ну, любые вопросы можно задать, они очень лояльные, вот, в Яндексе, в Фанге, они очень крутые ребята, не, общаются неформально, вот, как, ну, спокойно можно задать любые вопросы. Круто, круто. Ну, вы бы советовали вообще готовить, то есть какие-то вопросы задавать? Да. Помогать, чтобы вот дальше получить оффер? Ну, это скажет о том, что вы заинтересованы в команде, в проекте, вот, и, возможно, ну, скорее всего, это плюс, чем нежели минус, так что лучше задавать, чем не задавать. Окей, супер. Вот, ну, это зависит от проекта, допустим, HR-рекрутер до собеседования скажет, вот, вот такой, ну, такие-то команды, вот такой-то тимлик из этой команды, и, вот, и, исходя из этого, можно спросить, что вы делаете, там, допустим, Яндекс.Такси, да, Яндекс.Гоу, вот, можно спросить какие-то специфичные вопросы, там, не знаю, там, как реализована, ну, Яндекс.Мап, да, не знаю, ну, какие-то специфичные вопросы и так далее. Вот, исходя из проекта. А вот вы не в курсе, может быть, да, больше не в курсе, ребята могут только студенты проходить стажировки? Может, вдруг рядом коллеги были, какие-то взрослые чуваки, которые там... Хороший вопрос. Вот, Яндекс абсолютно без разницы, студент ли ты, или школьник, или, там, взрослый человек, там, без разницы на возраст. Главное, чтобы у тебя было, ну, по 17+, да, чтобы официально работать. Вот, я знаю ребят, которые работали после 18, после школы, до университета, сожировались в Яндексе. Вот, есть такие кейсы. Еще я помню, когда я соживался, я в хостеле жил с одним чуваком, который... Ему было тогда 16 лет, он из Белоруссии, он дизайнер. Еще он учился онлайн до того, как это стало мейнстрим, до ковида. Вот, и он учился, и настолько интересный кейс, то, что ему дали оффер и попросили, ну, дать разрешение на работу. Да. Но у него не было 40... Он не работал 40 часов в неделю, а, кажется, 20 часов только по законам. А в другие компании, в фанг-компании, обязательно надо быть студентом. И, кажется, даже студентом компьютер-сайенс или related fields, типа математики и так далее. Вот. И часто на стажировке в фанге зовут только третий курсник или четвертые курсы. Ну, там часто в requirements'ах написано то, что после стажировки надо отучиться еще год и return, ну, и возвращаться на full time. Ну, it makes sense, мне кажется, почему они любят третий курсников, четверокурсников, потому что уже сильнее база в алгоритмах. Там многие университеты только на втором курсе проходят алгоритмы. И, наверное, это как-то с этим связано. Поняла. А вот у меня такой еще вопрос. Например, мне кажется, я в интернете бы точно не нашла. Очень много казахстанцев едут в Яндекс. Там сложно вообще с документами? То есть насколько открытый Яндекс к казахстанцам и к всем вот этим вот рабочим моментам, да, там, сколько часов можно работать, зарплату начислять, подписывать договор. Много было paperwork, когда ездили в Яндекс? Совсем нет. Очень все просто, очень все лояльно. Можно договориться, можно там, как угодно договориться. Главное общаться. Пейперворка для казахстанцев не так много, так как это вся, ну, СНГ, все СНГшные страны, и я думаю, что у них процесс примерно одинаковый. Супер, супер. Я поняла. Вот у меня еще такой вопрос. Когда проходишь стажировки, вот вообще в любой компании, там в Яндексе, где-нибудь в Фанге, а значит, если ты хорошо пройдешь, значит ли это, что у тебя будет оффер на фулл-тайм? Да, да. Если вот у компаний, у таких компаний, у них цель стажировок – это набирать для себя сотрудников, фулл-тайм сотрудников. больше, ну, так как после стажировки больше шансов попасть на фулл-тайм, так как команда, компания тебя уже знает, как ты работаешь, вот им легче тебе дать оффер, чем нежели другому чуваку, который не стажировался. Ну, конечно, если опыт одинаковый. Все. Ну, из всего услышанного я пока понимаю, что многим ребятам, особенно тем, у кого нету опыта в разработке, если они взрослые, если они не учатся в IT-университете, то им, конечно, Яндекс нужно в первую очередь рассматривать. Да. Да. Вот. Ну, и есть еще Майл.ру, там еще какие-то компании российские, банки какие-то тоже очень активные в последнее время, там, Тинькофф, Сберра и так далее. Вот. Они тоже проводят крутые стажировки с релокейтом, со всеми удобствами. А что вообще предлагается стажерам? Помимо, там, зарплаты, релокейшена, там, каких-то определенных задач, что-то еще какие-то есть, няшки? Ну, дают рабочий ноутбук. Часто это крутой ноутбук. Mac в последний год, там, не знаю, последние годы. И крутой workspace, крутые мониторы, все крутое, там, техника, все крутое. И зависимо, ну, дают еще какие-то плюшки, какие-то акции, ну, не акции, а какие-то скидки на сервисы этой компании часто дают. Вот. И еще мерчи, там, не знаю, и еда. В Яндексе очень крутые условия, то, что в кухне, там, где угодно, много снайков, много чего, кофе, там, безграничное. Я не знаю, ну, вот как у ребят, у остальных, кто слушает на сегодня, но я прям сама уж такая думаю, в Яндекс, что ли, податься, потому что мне пока по всем, по всем рассказам, пока в Яндексе нравится, нравится больше, чем в фанговских компаниях. Вот, я еще знаю, что в Яндексе есть прям целая программа менторства, то есть там у каждого стажера есть ментор, который там в течение, там, трех, там, не знаю, шести месяцев, зависит от места, там, фулл-тайм, пар-тайм, ведет каждого стажера. И вот, мне интересно, какая у них именно роль? Ну, это, конечно, у них роль направлять, часто направлять, и, ну, можно спрашивать, что угодно у менторов, там, ну, зависит от команды, зависит от ментора, насколько он открытый человек, вот, русские часто не совсем открытые, там, вот, и в Яндексе у меня ментор не совсем, ну, мне с ментором не совсем повезло, вот, тоже как повезет. Да, да. Часто у них очень, ну, ментор это часто либо сеньор-разработчик, либо тимбит, и у них очень много, очень мало свободного времени, они часто по митингам ходят, часто забывают про тебя, вот, но в целом круто то, что дают менторы. Да, да, я вот тоже удивилась, когда узнала про эту программу, думаю, о, прикольно, что такая, да, менторство такое предусматривается во время стажировок. А вообще, вот, летняя стажировка, кстати, ребят, да, я не помню, мы упомянули, да, то, что Ирки Блан получил уже оффер в Facebook, да, в Мету, в Лондон, да, летом. Когда уезжаете? У меня старт дейт, это 6 июня. Ой, круто, круто, тоже все с релокейшном, прям в Лондон везут, обратно потом привезут. Круто. Сколько месяцев будет длиться? Три месяца, два недели. Вот, мне вот интересно, я подозреваю, что вы хотите слетать в Лондон, приглядеться к Facebook, а потом, наверное, принимать какие-то решения, типа, в какую компанию пойти, в ту страну выбирать? Да. Окей, окей, круто. А вообще, точно хотите уходить в разработки? Или, может, у вас какие-то идеи есть по своему стартапу? Либо хотите в Казахстане остаться? Да, есть какие-то идеи. Ну, я думаю, что работать в каких-то, ну, в казахстанских компаниях я не хочу, если работать, то только на себя. А в пик-тек компаниях там просто очень много плюшек и зарплата тоже, неплохая, вот. И в целом хороший опыт можно набраться. Круто, круто. Ну, да, и в этом плане я, да, желаю Ирке Блану удачи. И вот я сейчас предлагаю потихоньку, я просто вижу, что много вопросов появляется, предлагаю потихоньку переходить к вопросам от ребят. Ребят, да, не стесняйтесь, пишите все вопросы, мы сейчас будем по очереди отвечать на них. И если вдруг кто-то захочет из вас включить микрофон и напрямую Ирке Блану задать вопрос, тоже будет круто. Давайте прям, значит, я, наверное, начну прям сверху. Какой язык программирования вы выбрали на прохождение? А, уже ответили C++. Как изучали Java, на каких курсах или платформах? Долгаться дает. Не знаю, вот просто... А, мы изучали Java на курсе, на втором курсе ООП, там вела у нас пакеты, наверное, знаете. О, я читаю пакеты в Инстаграме, да, да, да. Вот, очень крутой преподаватель. Она нас учила ООП и Java параллельно. Вот, и мы у нее учились. А так можно где угодно учиться, там YouTube-каналы какие-то, либо курсы платные, или бесплатные без границы. Талхат, если что, как раз-таки на Java мы обучаем в нашем курсе InFactorial Start, либо у нас есть курс по алгоритмам, структурам данных. Кстати, ребята, такой курс тоже у нас есть, где мы как раз-таки готовим ребят к прохождению технических собеседований на Java. Но вообще, Ирки Былан, подскажите, пожалуйста, я же правильно понимаю, что у тех, у кого основной язык C++, за них вообще ерунда перейти на Java? Да, да. У нас просто было несколько менторов, у которых реально основной язык C++, они интервьюировались с нами на C++, а потом просто приходили на лекцию, такие, что тут происходит, и сразу читали на Java писать, потому что вот именно на Java мы обучаем. Так что, друзья, если вдруг вы уже знаете C++, то, мне кажется, реально с ученицей на Java будет не проблема. Ир Султан спрашивает, сколько лет изучали программирование и уделяли в среднем в день до первой стажировки? Я начал кодить на первом курсе, до этого вообще не кодил, не было никакого выграунта по олимпиадам, там по математике либо по программированию, и так далее. Вот. И просто первый курс просто делал домашние задания, лапки и так далее. У нас просто преподаватели очень мощные были и давали очень конкретные задачи, очень полезные задачи. и, не знаю, очень много часов потратил, если честно. Окей, так. Вот Фатах спрашивает, да, бывает ли страх перед поставленной вами ответственностью или задачей? То есть накладывается ли на стажера рабочий стресс? Да, бывает. Так как ты стажер, у тебя не так много опыта, часто. Вот. И часто бывает то, что ты не знаешь эту технологию, точнее, почти всегда не знаешь эту технологию, которую дают. Особенно в биг-тек-компаниях у них свои internal tools, то есть свои tools, которые... которых нельзя изучить в интернете, прогуглив просто. Вот. И часто бывает страх, да. И как с этим бороться? Общаться больше, спрашивать у ментора, просто бесконечно спрашивать, спрашивать, спрашивать. Вот. Я думаю, что ключ, ну, секрет успеха — это вот спрашивать у ментора, не стесняться. Они всегда подскажут, всегда дадут какой-то фидбэк, вот, скажут, что надо изучать, там, не знаю, какие-то туториалы скинут, возможно. А вот вообще калстанцев много проходит в одном потоке? Вот в Амазоне были другие ребята тоже, может, КБТУшники, либо наши ребята калстанские в Яндексе? Да, достаточно. В Яндексе очень много. Вот этим летом, не знаю, человек 30-40, наверное, вот, почти все друзья туда пришли. А в Яндексе, а в Амазоне не так много было, не знаю, связанных с ковидом, может быть. А так, да, было пару ребят. Ну, это как-то помогает со стрессом? Как ты понимаешь, типа, если что, всегда можно обратиться, да, к кому-то из наших ребятам? Да, вот, да, когда один в компании, вообще, ну, страшно, вот, спросить у своих, там, не получится. А когда с друзьями едешь на стажировки, конечно, проекты разные, но тулзы, ну, инструменты, технологии часто одинаковые, можно спросить у кого-то, вот. А не было такого, что своим преподавателям в КБТУ звонили? Нет. Не было такого. Окей. Вот Фатима спрашивает, расскажите, пожалуйста, напрямую, или вы подавались в Амазон? Да, через сайт, просто без рефера, без ничего. Ну, это прям круто, потому что я постоянно вижу в чатах, типа, ребят за реферте, ребят за реферте, и даже ребята с рефералами не все попадают на стажировки. У меня часто была такая, такая тема, то, что я стеснялся спрашивать у кого-то рефер, часто это незнакомые люди, вот, и просто написать в личку, там, привет, за рефер меня в эту компанию, вот мое рефер, не было, ну, я стеснялся, поэтому подавался без рефера, часто. А сами как в будущем будете относиться, вот, как только выйти, я же понимаю, в этом году уже закончите, к вам можно будет обращаться в LinkedIn? Да, 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 Не стесняйтесь спрашивать, всегда спрашивайте. Супер, ребята, кстати, сейчас сразу вам, я была на LinkedIn скину, чтобы вы такие, добавьте сегодня, чтобы через полгода, год уже у Ярки Блана просить рефералы. Я вот, я знаю, что наши, например, инфакторные студенты вообще не стеснительные, пишут просто всем разработчикам, и опять же, как человек, который часто общается с незнакомыми разработчиками и пишет холодные мейлы, холодные эти сообщения в LinkedIn, либо в Instagram, я могу сказать, что это, наверное, самые приветливые люди из всех профессий, потому что все все-таки да-да-да, конечно, типа да-да-да-да, без проблем, поэтому, да, ребят, не стесняйтесь писать, писать ребят, ну, как бы айтишникам. Так, от Урлана такой вопрос, как научиться решать спортивные задачки, ваш личный путь, и есть ли какие-либо оптимальные пути обучения? Я думаю, то, что надо, надо очень хорошо знать базу и прокачивать, прокачивать свою логику, логику можно прокачать, вот, у нас просто первый курс были, был предмет, в котором просто давали задачи, там, квизы были задачами, контестами, и там задача не на алгоритмы, а на логику и на какие-то базовые вещи, типа циклы, массивы, какие-то базовые структуры данных, вот, хорошо думать, ну, решать больше практики, вот, и думаю, я думаю, что кто угодно может научиться программированию, без, без какого бэкграунда, там, не обязательно быть олимпиадчиком в школе. Да, кстати, ребят, вот у нас, ребята, которые приходят на наш курс по алгоритмам и структурам данных, они тоже такие обычные ребята, которые, там, учили introduction to computer science, да, и не были олимпиадниками, не были спортивными программистами, сложновато, не то, что сложновато, сложно, я врать не буду, там даже к нам приходят профессиональные разработчики с Халака, с Билайна, с Каспи, на наш курс по алгоритмам, и у них там тоже мозг кипит, они и слезы иногда бывают, да, но все готовятся, там, цена высокая, то есть, то понятно, что ты подготовишься, то потом попадешь куда-нибудь в Google, в Facebook, улетишь в Америку, в Европу, в Азию, там, исполнишь свои мечты, цели, поэтому, да, поэтому... Еще хотел бы порекомендовать хорошо учить математику, там, геометрию, ну, базовые математические знания, там, какие-то, решать какие-то, ну, базовые уравнения, там, ну, больше понимать суть, как, как все это реализовано, не, не заучивать, не заучивать задачи, формулы, а просто, вот, а так, допустим, геометрия тоже часто, ну, бывает, пользуешься и на собеседованиях, а на олимпиадах уж точно. Супер. Но это не обязательно. Ну, с математикой, я, кстати, соглашусь. С этим будет более легче, если хоть какой-то математический бэкграунд. Супер. Лео задает вопрос, какой язык программирования нужно, такой вопрос, на каком языке программирования нужно решить задачи для отбора на стажировку в Яндекс. Вот мы как раз четыре языка сегодня упоминали, да, вот в Яндексе прям есть, типа Class, Python, Java и Go. Вот вы, по-моему, там в анкете, по-моему, Мир Пулан выбираете, на каком языке вы решите? сразу же. И проекты будут связаны на этом языке. Круто. Процесс Facebook, прохожение с этапами, расскажите подробнее, процесс прохождения в Amazon, расскажите. Вот в этом плане, вот, я советую посмотреть в Google, там прям есть на английском языке, если введете, есть, кстати, отдельный сайт, не помню, как называется, напишите нам в Инстаграме, потом я вам скину классный ресурс, который прям сравнивает, как амазоновские этапы отличаются от Facebook, от других фанговских компаний, прям подробно пишут. Могу быстро рассказать? Да, давайте, давайте. Вот, подаетесь с реферами или без, там, через месяц, два, или, не знаю, надо очень долго ждать, дают либо какие-то онлайн-ассессменты, либо сразу зовут на интервью, вот, и часто, два-три интервью технических, там просто надо решать задачи, лид-код задачи, вот, и в Амазоне часто, ну, в Амазоне отличается тем, что там дают behavioral интервью, то есть поведенческое интервью, вот, какие-то вопросы задают, там, обычные вопросы от HR, такие вопросы. я сейчас подскажу, ребят, у Амазона есть leadership principles, то есть Амазон это вообще одна, там обычно выстреливают ребята, у которых невероятно strong soft skills, да, именно soft skills, потому что тебя все еще оценивают технически, но Амазон любит ребят, лидеров, харизматичных ребят, ребят, которые умеют презентовать, общаться, работать в командах, и у Амазона есть свои leadership principles, прям, опять же, в интернете, да, да, там, я сейчас скину вам их 16 штук, вот я сейчас специально гуглю вам их, скину вам сейчас, пока я бы была отвечать на какой-нибудь следующий вопрос, я вам ссылку найду и скину, чтобы вы познакомились как раз такими с этими принципами, да, Амазона, по которым они как раз таки оценивают вас на вот таких вот интервью, сори, да, я просто тоже так вставляю какие-то вещи, которые я услышала так, сейчас я вам скину, и вот у Мираса классный вопрос, по-моему, мобильная или ПК-разработка имеет больше перспектив на 5-10 лет, ой, нет, сори, не поняла вопрос, может, Ильки Блан, вы поняли? Я думаю, то, что ПК-разработка имеется в виду десктоп-разработка, я думаю, так, я думаю, что мобильная разработка больше перспектив, ну, вообще, даже больше мобильная разработка, у мобильной разработки больше перспектив, нежели у веб-разработки, я так считаю, так как у всех компаний, там, доставка, не знаю, чего угодно, есть мобильное приложение, и никто не заходит на сайт, там, сайт часто неудобный, неудобный, а мобильная, вот, мобилка удобная, вот, я думаю, что мобилка более перспективная. Да, я уверен, что сейчас многие из вас, ребят, тоже подключены на наш звонок через апп, в Zoom, в Zoom-овский апп, где-нибудь у себя в iPhone, да, либо в своих Android-ных телефонах. Вот, вопрос от Чингиза, что лучше изучать нынешним студентам для backend, Golang, Java или Python, не первый язык программирования? В Казахстане очень много вакансий на Java, вот, я думаю, Java либо Python, вот, а многие стартапы за рубежом, они пишут часто на Python, и если хотите найти там, удаленную работу из Казахстана в каком-нибудь стартапе из Европы, то лучше Python, они часто на Python пишут, а так в Казахстане очень много вакансий на Java, а про Golang я вообще не знаю. Кто-то из банков в Казахстане, по-моему, переходит на Golang, я не помню, мне просто ребят недавно совершенно рассказывали, я сейчас врать не буду, но слышала, что он потихоньку тоже набирает обороты, да, Ирки Булан, вот, не дайте нам соврать, скажите, поддержите ли вы с нашей философии, например, в Infactorial, то, что, мы вообще ребятам говорим, не концентрироваться ни на каком языке, а изучать как раз-таки компьютерные науки, получать хорошую базу для того, чтобы потом у вас, опять же, концептуально, фундаментально были, да, знания в Computer Science, а язык, это всего лишь инструмент, по которому ты учишься, да, компьютерную науку, и в будущем ты можешь прыгать на другие языки. Да, полностью согласен, вот, и в Big Tech Company даже, они вообще не смотрят на язык, можно интервью пройти на любом другом языке, и дадут какой-нибудь проект на каком-то вообще Ruby, там, без понятия, приходишь в первый день, вообще не знаешь Ruby, тебе дают, ну, вот, изучай и так далее, вот, они считают то, что если есть какие-то, ну, очень базовые, очень хорошая база, то можно научиться чему угодно. Главное, да. Супер, спасибо. Я просто люблю это у всех, как его, переутверждаться, у всех наших гостей, для того, чтобы набирать эту базу, да, что, типа, не только мы об этом говорим, все наши ребята, кто приходит на Infactorial Talks, подтверждают это. Давид, о, какое у вас имя красивое. Java EE или на Spring Boot в основном пишете? Ничего не поняла, Ирка Блан, надеюсь, такая, давайте просто ответим на этот вопрос. Java EE это Enterprise Edition, Spring Boot это фреймворк для Java, вот, Spring Boot более удобнее, для, ну, очень удобно, нежели Java EE, это, EE это очень старая технология, вот, но я всегда писал на EE, почему-то, ну, так как проекты так сложились, там, в Казахстане, проекты были на EE. Преподы с КБТУ лучшие, мы все согласны, про Пакиту просто рассказывают все наши менторы, все восторги, там, НЮшники вечно рассказывают про Пакиту, да, я в этом не сомневаюсь, хотя, обожаю наши менторы, все, кто выпускники КБТУ, либо учатся в КБТУ сейчас, соглашусь с вами, Шахру, Баур, но в Азон уже с дополненным CV. Да, там, ну, там часто смотрят на прошлый опыт, там, и в вакансии пишут в описании, то, что рекомендуется подавать уже с прошедшими стажировками, вот, и часто многие проходят сначала в Яндекс, потом только в Фанк. Круто, это вот тоже такой небольшой совет, хак, что сначала все-таки пытаться в Яндекс попасть. Талгат спрашивает, какие расходы принесли при стажировке, проживании, перелетке, Талгат, мы, кстати, только что рассказывали, что Яндекс, например, вообще все компании, все эти расходы берут на себя, то есть вас переведут, вам все документы сделают. Я же правильно понимаю, что проживание тоже, да, оплачивается? Да, ну, в разных компаниях по-разному, допустим, в Фейсбуке, насколько я знаю, там уже дают какую-то корпоративную квартиру, вот, либо можно выбрать бонус, то есть релокейшн бонус, и ты сам будешь искать квартиру, сам оплачивать, вот, а в Амазоне просто давали деньги, вот, в месяц вот столько-то денег, там, и сам находишь, вот, вот, с этим были немного трудности, так как, когда сам ищешь, очень трудно, надо платить депозит, надо, там, договариваться, риэлторам платить, многим платить, вот, и немного трудновато. Ну, еще плюс, то, что, например, я, например, никогда не была в Берлине, я бы, наверное, растерялась, а где снимать, а вообще, как это все работает, да, в этом плане, конечно, сложновато, вот, опять же, ребят, классно в Яндексе, вам там хостел дадут, да, если вы подойдете на него. Да, можно вообще без денег улететь в Москву, там просто без ничего можно ходить, сразу дают хостел, сразу же деньги на еду, вот, просто еда и жилье. Супер. Какие, вот, Ерстану интересно, какие у вас хобби, помимо программирования? Интересно, просто нету хобби, шучу, компьютерные игры, футбол иногда, общаться с друзьями и так далее, вот, какие-то хобби, но в основном времени особо нет, когда учишься и работаешь. Да. Кстати, да, ребят, вы не забывайте, да, что сейчас Сергей Булан работает бэкэнд-разработчиком здесь в Казахстане, в Хангру, правильно же, да, я помню? Да. Да, так что, так что, даже там, с оффером Facebook на лето, Ирки Булан все еще, все еще работает, набирается опыта. Так, вижу вопрос, если у вас оффер летом после четвертого курса, нет ли проблем с выездом из страны? Не очень разбираясь, но вроде есть обязательно отработка грантов в КИЗ третьего года после окончания университета. Да, есть последние два года, что ли, вот, обязали нас отрабатывать три года после выпуска, я не знаю, можно вроде открывать ИПшку и платить какие-то минимальные суммы, минимальные аналоги, и так, как-то так откосить. Ну, Ахмарал, мы это такая, вырежем из нашего Ютуба, Ютуб-интервью, чтобы вдруг никто не узнал о планах Юрки Булана. У Баура вопрос, популярный, кстати, постоянно задают его на всех наших эфирах, что с английским, база. Ну, Юрки Булан, наверное, нет проблем, все-таки, как бытует такой англоязычный университет? С английским были проблемы. Ну, в университете, не знаю, наверное, вну лучше английский, а так, в остальных университетах не так развито. Ну, сто процентов английские предметы это вообще редкость. Не знаю, у меня было только пару предметов, а так, все предметы на русском. Просто материал на английском так объясняют на русском часто. и я не думаю, что я сильно развивал свой английский, особенно спикинг. Спикинг вообще не был развит. А так, для интервью не надо, не нужно такой хорошей базы, просто объяснять, ну, просто практика, попробуйте объяснять задачи другу, самому себе, когда решаешь задачи, читать на английском, мыслить вслух на английском, там не так много слов, программирование, она сама на английском, там массив, допустим, array, вот, ты знаешь вот эти слова и просто говоришь какие-то базовые слова, а так, они вообще не смотрят на грамматику, на акцент, главное, чтобы ты понимал интервьюера, и интервьюер тебя как-то понимал. Ну, я бы тогда сказал, что это уровень, наверное, intermediate, upper intermediate. Наверное, да. Да, то, чтобы ты мог спокойно там предложение составлять, нам понимать, да, все. Кто-то из нашей команды, не знаю, кто это, подключился под n-factor, задает вопрос, просим практические советы по развитию логики и алгоритмов? По поводу логики могу сказать, решать логические задачи, просто, ну, часто думать. Есть любимые сайты по логическим задачам? Есть какие-то любимые сайты? Где их можно найти? Не знаю, я просто решал Codeforces, какие-то acmp.ru, могу скинуть, там какие-то сайты, да. Базовые, ну, где базовые задачи, вот, без знания алгоритмов, там часто логика, вот, и часто попробовать додуматься самому, писать на листочке, там, все кейсы расписывать, просто в тупую, там, писать все кейсы, как можно из этого получить вот это, вот, и с опытом, уже, понимаешь, ну, логика развивается, как, ну, practice makes perfect. Ребят, вот я вам скинула сайты, там, конечно, просто логику не назовешь, там все-таки нужно иметь, да, базовые знания программированные для того, чтобы задачки, именно со всех этих трех сайтов мы, кстати, решаем задачи в курсе по алгоритмам и структурам данных. Фатима, расскажите, пожалуйста, о менеджерах в Амазоне, какая у вас была команда бэкграунд ребят? Часто говорят, там, в интернете, в сети, то, что в Амазоне не очень менеджера, там, не знаю, вот, у меня такой интересный кейс был, то, что в команде у нас не было менеджера, точнее, он официально был, но, но, часто он пропадал, так как у него были проблемы с визой и так далее, и потом parental leave, это, ну, декретные, уход за ребенком, отпуск по уходу за ребенком, и просто не было менеджера, практически, за все полгода. Ну, тоже интересный, тоже интересный экспириенс. Так, ребят, может, кто хочет задать вопрос в аудио, как, боже мой, как это будет, в лайв-формате? Есть такие у нас, кто хочет сегодня попасть в наш YouTube-канал, в наше видео. Не стесняйтесь, давайте сразу потренируемся как раз-таки. А как вообще попасть на стажировку в компанию? Sorry, извините, здравствуйте еще раз. Апельсинчик, я не услышал, я ваш вопрос, простите. Я тоже. Ну, а как вообще попадать, то есть там над резюме или какие-то иметь навыки, может, какие-нибудь там достижения для того, чтобы иметь возможность постажироваться в какой-нибудь большой компании? В небольшой компании? Мы просто всю весь интервью говорили про как проходить на стажировке, вот, и могу конкретно рассказать про какую-то компанию либо стажировки в Казахстане. Апельсинчик, да, вы не могли бы уточнить, чтобы мы сразу скоуп поняли, как отвечать на вопрос ваш. Так прикольно, мне просто смешно, что сейчас люди из будущего, да, кто будет в Ютубе пересматривать, будет, наверное, смеяться, что тут у нас, я называю кого-то апельсинчиком. Сейчас, да, пишут, окей. Да, да, конечно, ребят, может, кто еще пока вопрос какой-то другой задаст. Вот, у меня один вопрос есть. Да, конечно, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я смотрю сейчас на сайте Яндекса, да, стажировку на мобильную разработку. Там требования знания, типа, во время, чтобы пройти отбор, нужно решать, типа, задачи на свисте, как отлине, джаби, на дарте и плюсах. Можно ли, на плюсах, а потом, если пройти этот отбор, дальше решать уже, как бы, задачи на свисте либо на котлене? Насколько я знаю, вроде, можно, да, решать задачи на плюсах, на таком-то языке, вот, а потом, ну, именно в мобильной разработке, там, больше спрашивают про знания мобильной разработки в продакшне, вот, и тогда надо отвечать уже, ну, Swift или там, Java, Kotlin, вот, а так решать задачи, да, можно на плюсах. Для отбора, для отбора можно решить задачи на плюсах, потому что на плюсах у меня лучше получается, а потом, когда отбор пройдешь, дальше уже, типа, изучать Swift или Java. Да, кажется, да. Все, спасибо. Ребята, кстати, я вам сейчас скину ссылку на очень классное такое, знаете, интервью, интервью, а видео, да, такое, что-то вроде вебинара от Яндекса самого, потому как они прям отвечают на самые популярные вопросы по стажировкам, обязательно посмотрите, там, по-моему, был такой как раз такой вопрос, что если вы в анкете выбрали один язык, а потом решили вдруг там поменять язык на другой, что нужно делать, я вам сейчас это видео скину, а пока мы ждем еще дополнительно, давайте, у нас еще есть время для двух вопросов перед тем, как мы закончим наш сегодняшний эфир. Добрый вечер, у меня есть вопрос, хотела вот спросить по процессу процессу отбора в Амазон, то есть вы говорили, упоминали о том, как проходит отбор в Яндекс, расскажите, пожалуйста, как проходит в Амазон отбор? Подаешь, подаете, потом после этого дают онлайн асессмент, три асессмента, надо их решить, это просто тесты какие-то, и после этого приглашают на техническое интервью, сразу, у меня было так, что два технических интервью подряд шли, там по 45-45 минут, полтора часа, вот, с перерывом по 5 минут, вот, и там внутри было первое 15-20 минут behavioral интервью, после этого техническое, техническое, и так в каждом интервью, и после этого все, дают либо оффер, либо нет, ну, то есть и сразу behavioral, и техническое вместе проходит, надеюсь, я ответил, да, мы ответили на вопрос, ребят, кстати, да, не забывайте, вот, я всегда, хоть и подсказываю нашим, да, студентам, ребятам, что, когда задаете вопрос, не забывайте давать тоже свой какой-то фидбэк, реакцию, плюсики, сердечки, благодарить Тирке Булана за все советы и информацию, с которой он с нами сегодня делится, задачи слиткода на интервью или там незнакомые вопросы, скорее всего, литкодовские. Ну, бывает так, то, что, либо прям конкретно задачи слиткода, либо немного похожая, там, немного измененная задача, вот, я думаю, то, что не надо заучивать все задачи, там, по Тегу, Яндекс или Амазон, допустим, в Амазоне, там, вроде, 600-700 задач и невозможно все это заучить и даже если попытаться это, думаю, будет очень, ну, интервьюеру будет понятно, то, что ты заучил задачу, поэтому лучше именно понимать, решать по темам и вот, как-то так. Какой, да, что вы использовали для того, чтобы задачи решать? Наверное, когда офлайн, вы на бумаге или на whiteboard пишите, а онлайн? Ну, он офлайн я не проходил интервью, а так онлайн, там, у разных компаний есть свои разные тулзы, там, скидываю ссылку, где либо Google Docs, либо там что-то еще. Супер. Онсайт. сейчас сайт проходит виртуально. Там компирится? Часто нет, ну, нет, не компирится. Ну, то есть, просто редактор, повезет, если там есть хоть какой-то код-форматор с подсветкой, там, если нет, то нет, там, Google Docs. мне кажется, как раз-таки загвоздка этих технических интервью заключается в том, чтобы ты сразу писал чистый код, да, если что-то находил, ты сам это видел, сам исправлял, сам объяснял, почему ты это исправляешь, да, и как ты заметил эту ошибку, потому что мы также проводим в Google Docs наши интервью с нашими менторами, то есть ты там подумай сначала, задай все вопросы, которые тебе нужны для того, чтобы, да, правильно решить задачу и пиши сразу код. Пробовался Microsoft, круто, круто, он там пришел. Окей. Расскажите, да, кстати, а вы откуда, в смысле, вы студент, на фулл-тайм подавали, на стажировки тоже подавались, было бы то тоже про ваш экспириенс интересно узнать. Ребят, давайте последний вопрос, какой-то последний вопрос, и мы можем попросить Ирки Блана сказать какие-то вдохновляющие последние слова. Пока кто-то придумывает последний вопрос, можно я быстро вам скажу, что уже через неделю, да, на следующей неделе, не через неделю, на следующей неделе мы 7 марта запускаем курс по программированию на Java для начинающих. Друзья, если вдруг вы не уверены в своей базе, да, вдруг хотите все-таки перед курсом по алгоритмам, либо вообще перед тем, как начать решать задачки в литкоде, если есть ребята, которые до сих пор не решают, да, алгоритмические задачи, задачи на data structure, на структуру данных, то я приглашаю вас рассмотреть наш курс InFactorial Start программирование на Java для начинающих, если вдруг, кстати, есть ребята, кто приходит к нам как раз-таки изучать Java. Ирки Булан, скажите, пожалуйста, какое-нибудь, любое короткое, легкое слово, по которому ребята могут по промокоду получить скидку от вас? Work hard. Супер. Ребята, если вы, сейчас, секунду, если вы успеете записаться сегодня на нашем сайте, вдруг вам интересен наш курс InFactorial Start и введете такой промокод, у нас, кстати, в форме есть специальная секция, где вы можете ввести промокод, то мы поймем, что сегодня вы были с нами, послушали Ирки Булана, вдохновились и решили записаться на наш курс, и мы предложим вам до конца дня, сегодня, если вы успеете записаться, предложим вам 20-процентную скидку на наш курс InFactorial Start. Да, про курс InFactorial я могу порекомендовать, так как, когда я проходил сажировку в Яндексе, там были, там было двое казах, которые проходили InFactorial, но они, кажется, в 2017, когда, ну, когда это было бесплатно вроде, они проходили тогда, вот, и они были очень мощные, iOS-разработчики, и после сажировки им Team Lead сказали, вот, можете сразу на мидла, типа, просто перепрыгнув, Джон. Круто, да, ребята, спасибо большое, Ирки Булан, за такие добрые слова и за подтверждение, да, так как Ирки Булан, хочу отметить, вообще не заинтересованное лицо в сегодняшнем, такая, ивенте, в сегодняшнем эфире, у нас есть вообще целый трек по iOS-разработке, iOS-разработка, это вообще флагманская программа Infactorial, мы готовим iOS-еров, многие калакстанские iOS-еры, это как раз-таки выпускники Infactorial, но для того, чтобы попасть в наш курс по iOS-разработке, вам все еще нужна сильная база, которую мы как раз-таки даем на нашей программе Infactorial Start, 7 марта начинается, я тут вижу, что уже ребята благодарят, видимо, вопросы закончились, Ирки Булан, у меня огромная просьба, всех наших воскресных гостей мы просим дать какие-то советы, какие-то вдохновляющие слова сказать, для того, чтобы в понедельник, завтра ребята все проснулись и такие, блин, крутой был эфир, и вот я сейчас пошел завоевывать технологический мир, вот если бы вы, да, тоже поделились какими-то своими советами, было бы круто. Скажу то, что неважно, неважно, какой у вас бэкграунд, там, студент, не студент, даже в IT-сфере, не в IT-сфере, за все время работы, стажировках, и так увидел очень много крутых ребят, которые, которые, там, которым по 30 лет, и они только вошли в IT-сферу, и без разницы, просто надо work hard, работать много, учиться, решать задачи, пробовать, всегда пробовать, без разницы, там, фейл, не фейл, часто, когда подаешь на стажировки, просто по 100 rejects прилетают, всегда rejects, вот, ну, не надо отчаиваться, work hard, face off. Супер, спасибо большое, огромное спасибо, Ирки Булан, вообще хочу сказать, что вы большой умница, я когда, вот опять же, в LinkedIn познакомилась с вами заочно, да, по вашему профилю, так я думала, я, честно скажу, была в восторге, что, не закончив университет, уже есть столько, да, таких вот достижений, я вам желаю, да, завтра найти свой путь, какую бы страну вы не выбрали, какую бы компанию вы не выбрали, может быть, завтра вообще решить, там, не быть бэкэнд-разработчиком, уйти там, не знаю, там, быть фуллстакером, уйти в мобилку, вообще в геймдар, я не знаю, куда вы там захотите в будущем, да, в каком направлении развиваться, желаю вам успехов, желаю вам встречать всегда самых крутых менторов, и, да, вот всего, удачи вам во всех ваших начинаниях, если когда-нибудь начнете свой какой-то стартап, тоже крикните нам, мы будем рады посоплайить вам айосеров наших ребят, для того, чтобы тоже помогали вам развивать какие-то ваши идеи, реализовывать ваши идеи, спасибо огромное, честно скажу, было интересно, было много информации, которую вот, ребята, честно вам скажу, вы не найдете в гугле, потому что мы постоянно там читаем про все стажировки, хорошо знаем, как работают процессы интервьюирования в разных компаниях, я сегодня услышала много чего нового, чего никогда не слышала от других наших гостей, чего никогда не видела ни на Хабре, ни там, ни на Весеру, ни вообще в Ютубе, поэтому спасибо огромное, Ирк Булан, за такую прям полезную информацию, я уверена, что многим сегодня было интересно. И вам спасибо большое, было очень интересно, спасибо, что позвали, вот, удачи всем, удачи всем, кто заходил, и, вот, и удачи вам тоже, студентам вашим. Спасибо огромное, спасибо, Ирк Булан, но мы с вами еще будем на связи, ребята точно скоро начнут стучаться к вам в LinkedIn. Спасибо. Ребят, давайте всем классного вечера, хорошей продуктивной недели вам завтра. Ирк Булан, троу как процесска, пок begr considered. Спасибо огромное, Продолжение следует... Продолжение следует...